Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину. Давай, давай! Хорватия, вперёд! И вся Украина вам отвечает. Героям слава, слава тем, кто выбил врага с его домашнего чемпионата мира по футболу. С вами Вести недели, не ищите реального Киселёва. Он ушёл в отпуск, а это означает, что лживый Киселёв скоро тоже уйдёт в отпуск. Последняя передача перед завершением политического сезона 17-18, друзья. В следующий раз увидимся только в сентябре. Итак, тема нашей завершающей, как говорят космонавты, крайней передачи. Самое красивое поражение России после проигрыша Хорватии. Никольская взорвалась. Ух, лучше бы Никольская на самом деле взорвалась. О, это потешило бы честолюбие многих украинских патриотов. Сегодня в России футбол умер окончательно и бесповоротно. Расскажу, почему сборная России никак не может выйти в полуфинал чемпионата мира по футболу вообще не раз. Подарок для президента. Чего ожидают от встречи Путина и Трампа? Расскажу все детали, все превью или, если вам больше нравится, прелюдии встречи Путина с Трампом. Меркель ответила на слова Трампа о зависимости Германии от России. Так кто же все-таки больше зависим, Германия от России или Германия от США или США от Германии? Узнайте. Американская журналистка вскрыла русские страхи и надежды путинского чемпионата мира. Вот эта фраза, путинский чемпионат мира, я думаю, сейчас в Кремле порадовались над моим произношением. Россия проголосовала дверью, законодатели из РФ покинули ежегодную сессию ОБСЕ из-за резолюции по Крыму. Ну и FIFA объяснила призыв не всматриваться в красивых болельщиц. Ну что ж, так как у нас сегодня последняя передача перед завершением сезона, в конце будет для вас сюрприз. Обязательно дождитесь. Ну, а теперь к новостям недели. Самое красивое поражение России. Ну, по пенальти, наверное, всегда красиво проигрывать, конечно же. После проигрыша Хорватии Никольская взорвалась. Сволочи, ублюдки кричали футболистам на Никольской. Да-да, они не радость не аплодировали за то, что сборная России футболистам, за то, что они вышли в четвертьфинал. А кричали сволочи, ублюдки на Никольской, да, в адрес сборной России. Но таких мальчуков оказалось очень мало. Как, например, в 2002 году, там дело вообще до Погромов дошло. Я до матча говорил, что невозможно выиграть две, ну, своей матери, что невозможно выиграть две серии пенальти подряд. Так оно и вышло. Хотя у хорватов это вышло, у нас таки нет. Хорваты, молодцы, сделали полуфиналы без этого говна, именуемого сборной России и болельщиками, и без болельщиков ихних. Да, не удивляйтесь, казалось бы, четвертьфинала, и почему я называю говно сборной России? Ответ очевиден, но просто Испанская Федерация увольняет тренера за сутки до матча сборной Испании. И потом президент Федерации Футбола Испании сам руководит командой. Ну, после этого понятно, что они проиграют кому угодно. Любопытно, что когда после пропущенного гола Дмитрий Медведев, ну, по телетрансляции, сказал, «Бля, и он получил по пизде, наконец-таки». Хуевам, а не пенсия, вот он что сказал. В телетрансляции. Нам этого не показали, но я это прочитал по губам. А как радовалась Украина проигрышу страны-агрессора и страны-гопника. О-о-о, люди выходили в центр Киева, обнимались. Целовались, радовались проигрышу сборной России. Как будто Украина вышла в полуфинал, а не Хорватия. Проигрыш сборной России по футболу Хорватии. Это подсказка судьбы для Украины, что войну на Донбассе Киеву надо вести по так называемому хорватскому сценарию. То есть за трое суток совершить марш-бросок на Луганск и на Донецк с тем, чтобы выкинуть российских наемников за русско-украинскую границу. Существование ЛДНР в любом виде должно быть прекращено. Это так называемый хорватский сценарий. И этими мыслями греют всех украинцев. Вот она, шикарная подсказка. Матч Хорватии и России, что именно так и надо поступить. А Хорватия вообще вышла в финал. И на момент выхода этой программы на YouTube может так случиться, что Хорватия станет чемпионом мира. Это будет вообще, конечно, да. Впервые славянское государство может стать чемпионом мира по футболу. Я думаю, это прекрасно. Вне зависимости от того, испытываете ли вы ненависть к хорватам. Или как украинцы и все российские либералы радость к сборной Хорватии. Победа бесия и футболоблядия для России наконец-таки закончились. Ура! Слава Украине! И, конечно же, слава Хорватии! Любопытно, что российская сказка прервалась именно в том месте, где 4 года назад ФСБшники подмешивали допинг нашим спортсменам на Олимпийских играх. И делали так, что этот допинг не был обнаруживаемый Международным Олимпийским Комитетом. Помните, да? Когда дыру специально проделывали. И вот мы потом выигрывали благодаря этому всему Олимпиаду. Но достижения в спорте, конечно, в итоге все это сочинская Олимпиада пошла на смаку. В результате уже через 4 года спустя нас сборную России с Олимпиады отстранили. Да, вместо сборной России выступала та самая команда безопознавательных знаков. И мы назывались как нейтральная страна. Все-таки это место Сочи несет в себе какую-то мистику, мистику проигрыша России. Ведь 4 года назад Олимпиада в Сочи, ну казалось бы, ну Путин, ну все достиг, он выиграл Олимпиаду, все. И тут началось, и тут началось, обезумевшаяся от своего патриотизма российская власть пошла на войну, на братскую соседнюю страну Украина. И в результате все любые достижения сочинской Олимпиады были перекрыты Крымом, были перекрыты Донбассом, были перекрыты санкциями. А сейчас, спустя 4 года, выясняется, что победа на Олимпиаде в Сочи была нечестная. Вот так же. И тут только, конечно, пока с наименьшим размахом, но тем не менее, тем не менее, проиграли. А все почему? Не надо было строить олимпийские объекты на костях, расстрелянных во времена царского режима адыгейцев, кабардинцев с балкарцами. Помните, да? Та история, когда в западных СМИ тиражировалось, что сочинские объекты для Олимпиады были построены на костях. Вот оно так и вышло. Все вот несчастливое. Несчастливое в Сочи место для спортивных подвигов России. Ну, хотя, хотя, конечно же, конечно же, да, выход в четверть-финал, тут я ругаю нашу сборную, так, конечно, все удачно сошлось, но все-таки это успех. Успех и одновременно выход в четверть-финал. И одновременно трагедия. Ведь в следующий раз сборная России в четверть-финале чемпионата мира по футболу мы увидим лет через 150, а то, может, и через 200. Я еще обязательно расскажу, почему именно. На Никольской уже были замечены не болельщики, кстати, не фанаты, ну, когда матч в Сочи проходил, а реальные дуболомы, которые, возможно, будут мочить англичан в матче за третье место. Обещали же мочить. Должны же уже это сделать в полуфинале. А, ну, уже, да, я писал заранее, поэтому не стали они мочить. Но неважно. В общем, короче говоря, вы поняли, что Сочи для российской власти, для российского спорта это место несчастливое. Кстати говоря... Кстати говоря, почему это все-таки проигрыш сборной России в матче с Хорватией? С Хорватией это радость для украинцев. Еще такой физио... ну, психологической точки зрения. Вот сборная России проиграла хорватам. И многие патриоты Украины думают, что раз Россия проиграла в футбол, сейчас она может проиграть и войну на Донбассе. Так что как-то это, конечно, вселяет луч надежды тем, кто боится с российской властью. Ну что, посмотрим, что с этой сборной России будет через 4 года. А следующий крупный турнир чемпионат Европы уже через 2 года. Посмотрим, отберется ли туда наша сборная, сборная России или останется за бортом. Тем не менее, четверть финал, подсказка судьбы для украинцев и невозможность пока, хотя хорваты доказали, что это возможность, выиграть для нас 2 серии в финансе подряд. Идем дальше. В России умер футбол. Данная статья была написана на Матч ТВ еще в марте этого года. Но я обратил внимание только сейчас на нее. Да, еще такой сейчас нюанс будет, что лучшим игроком сборной России по футболу стал брасилец Марио Фернандес. Марио Фернандес действительно отпахал очень хорошо. Но, понимаете, он брасилец, так что тут нечем гордиться. То, что его натурализовали, этого просто купили за деньги. А своего таланта так мы и не вырастили в РФС. Так что тут тоже нечем гордиться. Так вот, кстати, Матч ТВ. Сегодня запомнился этот день. День 7 июля. День, когда окончательно и бесповоротно умер не только высококлассный футбол в России, но и вообще спорт в целом. Статья на Матч ТВ про это была написана, как я уже говорил, давно. Но сейчас она актуальна как никогда. Итак, что убило футбол в России? Первая причина – это нехватка манежов для детей, чтобы те в них занимались футболом зимой. Всего 4 манежа на всю Москву. В результате чего молодые дарования вынуждены заниматься на скользких полях в лютый мороз. Родители своих чат одевают потеплее, для того, чтобы у юных футболистов не было переохлаждения и не поднялась температура. Юным футболистам обилие одежды мешает развиваться на футбольном поле. Мешает двигаться и оттачивать свое мастерство. Удивительно, но в стране, в которой бывают за минус 40, строят футбольные манежи во дворах без крыши, без отопления. Юные футболисты вынуждены играть при сильном ветре или дожде. Казалось, что здесь такого. Кто не играл в мороз, в футбол или в грязи после дождя? На футболе, как и в жизни, важна каждая мелочь. Особенно на футболе в профессиональном уровне или мы уже берем самый высший международный уровень. У меня, например, в футбольной секции было так, играли в снегу. Это правда мне, конечно, нравилось. Но был один из ян. Было скользко играть на снегу, а то и вовсе мы играли на льду. И в результате чего некоторые футбольные дарования, я в их числе, моего района, падали на свои пятые точки. Они занимались футболом. Хотя это было весело. Это вот что такое. Это как раз футбол в России. Не забить гол, а упасть на пятую точку в альдах стадиона. А уже когда был дождь или просто грязь на футбольном поле, то мы занимались в манеже. Ну, манеж, сейчас так называют манеж. Школьный обычный спортзал. Чем, ну вот, в школьном обычном спортзале, чем мы только не занимались. И баскетболом, и волейболом. Но в основном по профилю, естественно. То есть, мини-футболом. То есть, либо необходимым для юного футболя... А, ну еще занимались челночным бегом. Ну, либо, как я уже сказал, мини-футболом. Но никак не большим у вас собратом. Недаром сборная России по мини-футболу финалист чемпионата мира 2016 года. И сборная России по мини-футболу постоянно выходит в полуфинал. И дело не в том, что там сборная России состоит в основном из бразильцев. А дело именно в этом. То, что все-таки мини-футбол из-за обилия школьных спортзалов. Хотя там надо, конечно, записываться заранее. Кого попало, не пускай. Это все надо договариваться с директором школы, с физруком. Но, тем не менее, сборная по мини-футболу показывает прекрасный результат. Чего не скажешь о сборной России по большому футболу. По большому футболу и по маленькому ему собрату. Разумеется, так как довольно часто мы не играли в футбол, в секции футбола. А занимались черти чем. Мы скандировали тренеру, что он лок и пидор, да. Меня даже обучали у этой речевки. Но я его сейчас произносить не буду. Одно. В результате проигрывая все турниры подряд. То есть мы проиграли все турниры подряд. Прошло время. И я понял, что надо скандировать не тренер лох и тренер пидор. А Путин хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще тогда до президентства Медведева. Вторая причина смерти российского футбола. Это в дороговизне футбольных секций. Если в Европе их можно посещать бесплатно, а выучка у них идет за счет кафе для родителей, в которых они ждут своих чат после занятий, то у нас понятно, что сначала плати, а потом занимайся футболом. Никаких удобств не будет. А вот проблемы со здоровьем тебе будут обеспечены. Ведь хороших полей еще надо поискать. А играть на пустырях, где валяются бутылки из-под пива, презервативы или даже наркоманские шприцы, а было у меня и такое, как-то сомнительно и затруднительно, я бы даже сказал, расстрелеет малолетних футбольных душ. Такое в России удобство для родителей. Да ясное тоже никакого. Собирают утром или днем после школы ребенка в секцию и отправляют на автобусе. Не на специальном автобусе, в котором футболисты едут к стадиону, а на простом, общегородском, где его ребенка прессует толпа горожан. Вот тебе футбол, играть под ногами у тебя наркоманские шприцы, ты едешь в переполненном автобусе на футбольное мероприятие, ну там тренировка, может быть мать, ну какое-то, и за все это надо платить. Вот такой вот российский футбол. Оплатить надо немалые деньги. Можно, конечно, ребенка доставлять на машине до футбольной секции, но цена на бензин, ой-ё, помните отрыв из нашей предыдущей программы, да, где я рассказывал, как в России не доливают бензин. Я уж про цену, про цену, вообще молчу. Так что, ну какой тут футбол. А хотя цены футбольной секции все-таки недешевые, но, например, цены в кокейной секции, где еще надо платить за амуницию, намного выше. В результате чего в футбол идут семьи с невысоким достатком и, конечно, они, наверное, не могут себя обеспечить, чтобы ребенок доезжал на машине с родителями до хороших футбольных полей. В Москве, наверное, так все-таки могут сделать, и то там есть другая проблема, пробки. А вот в регионах, конечно, зарплаты-то невысокие. У меня в футбольной секции лишь один парень занимался в бутсах, то есть в специальной обуви для футболистов, которые, собственно говоря, играют в футбол на профессиональном уровне. Все остальные, в том числе и я, занимались не просто в каких-то рваных и порченных кроссовках, а в китайских подделках фирмы Adidas. Потому что, извиняюсь, просто тут бы не было денег на бутсы. Потому что бутсы лет десять назад были в цене, а сейчас они в цене вдвое больше. Какой твою мать футбол? А ведь, как я уже говорил, в этом виде спорта важна каждая мелочь. И таким образом занимаются футболом все подряд. А почему так, а со слов детских тренеров, юношеских, детских, юниорских футбол, никому из чиновников и руководителей РФС и Министерства спорта не интересен. Им интересна зарплата профессиональных футболистов и лимит на легионеров. Все политики любого уровня в непубличном разговоре с тренерами футбольными детско-юношеского футбола говорят, чтобы пусть они сами зарабатывали как могли. Деньги нет, а вы держитесь. И с недаром на матче России-Хорватии показали Медведева, собственно говоря. В результате чего футбольных тренеров детско-юношеского уровня вынуждены не тренировать футболистов, а убирать площадку для футбола зимой от снега, а летом от шприцов, накоманов и пивных бутылок. А еще они скандировали, чтобы лучше дети занимались, чтобы дети, в общем, лучше зарабатывали. Разве это в европейских странах? Возможно, нет. Это российский футбол. Мат на мате, блядство на блядстве и погоняют. Да, сейчас выступили неплохо, но за счет бразильца Марио Фернандеса, а не за счет, например, Игнашевича, который завершил свою карьеру. Подарок для президента. Чего ожидают от встречи Путина? Стром! Президент США Дональд Трамп верит в успех предстоящей... Тут, к сожалению, произошла небольшая накноточка, но я сейчас могу это исправить. Дело в том, что у меня тут я написал статью, но я в твиттер почему-то не отложил, про Огнена Уйковича. Огнена Уйковича. Я, по-моему, даже удалил. Так, Трамп... А, вот он, да. Огнен Уйкович. Это вот та история, когда он сказал славу Украине. Да, вот это я забыл просто упомянуть в шпикере. Огнен Уйкович, в моих словах не было политического подтекста. Извиняюсь перед россиянами. Вам они расценили мои слова как провокации. На самом деле, такого не было, что заявил Огнен Уйкович. После победы Хорватии над Россией, защитник сборной Хорватии Домовой Вида, мы все прекрасно видели ролик, вместе с Уйковичем опубликовали видео со словами «Слава Украины» и «Победа над Россией». Это все за Киевское Динамо и за Украину. Руководство Хорватского футбольного союза исключило Огнена Уйковича из состава своей делегации. Хотя даже по суровым российским законам в словах Огнена Уйковича не было состава преступления, ведь его слова звучат так. Это победа за Динамо и за Украину. По всем международным стандартам и юридическим нормам здесь, увы, нет состава преступления. А вот слова Домогоя Вида, «Слава Украины» это уже куда более серьезно. Дело в том, что в логике Кремля фраза «Слава Украине, героям слава», которую я постоянно произношу, это бандеровский нацистский лозунг. И в данном случае, мне важно, что Бандера и бандеровцы не были признаны Нюрнбергским трибуналом как преступники. Есть, если Кремль считает, что Степан Бандера и Ауну Па это союзник Адольфа Гитлера по Второй мировой войне, то лозунги, соответственно, бандеровцев по всей той же логике Кремля подлежат наказанию. Путинская власть должна была проявить принципиальность в этом вопросе и арестовать Домогоя Вида за призыв к нацизму. И в этом вопросе я бы понял Кремль. Потому что они говорят, что бандеровцы это союзники Гитлера. Сейчас мы не будем разбирать, там они воевали за Гитлера или за Украину. На это будет отдельный исторический стрим, много историков соберутся. Где-то, может, не на моем канале, может быть, у других. А вот на моем канале все-таки мы подводим итоги недели. Но я бы понял в этих словах, в этих призывах, что за слава Украины арестовали бы Домогоя Вида, потому что слова Украины действительно произносили АУНУПА, украинская подстатческая армия. В годы Второй мировой. Если в Москве уверены, что возник славы Украины, герои славы, это один из фашистских символов, с которыми на устах убивали советских солдат и советских граждан во время Великой Отечественной войны, то тогда для Домогоя Вида должно быть уголовное наказание. И его после данного видео должны были арестовать специалисты из Центра по противодействию экстремизма ФСБ РФ. Но почему-то могут прессовать только режиссеров и худруков театров. А тут в церковском видении мира произошел сбой, совершая преступления против России. Я тут подчеркиваю не по нормам каким-то юридическим, а по понятиям Кремля. Иностранный футболист должен, так как и прославленный режиссер Кирилл Серебренников, быть арестован. Но нет, нет, потому что в Кремле процветает проституция. Да, потому что иностранцам все, а нам с вами ничего. Хотя должно быть наоборот. Уж если, как говорится, назвал Бандеру фашистом, то за его лозунги в России будь готов отправиться в тюрьму. Ну, дамагой вида есть дамагой вида. И не чемпионат мира, а спецоперация ФСБ. Есть спецоперация ФСБ, которая называется чемпионат мира по футболу в России. Вова должен был, конечно, арестовать любых людей в РФ, которые произносят, еще раз произносят, а не читают в книге фашистские лозунги. По мнению даже не российской пропаганды, а, наверное, российской истории. Это считается преступлением. Но, но, хотят сделать опять хорошую мину при плохой игре. То есть, хотят опять показать иностранцам, какие мы толерантные, хотя на самом деле в Кремле тоталитарные сидят люди. Статья УК РФ 282 возбуждение национальной вражды позволяет Кремлю все-таки арестовать дамагой виду. Но, но, он извинился, конечно, да, за свои слова. Ну, что нам извинения? Это лозунг фашистов из-за ОНУПа. Да. Ну, значит, будь готов к тюрьме, потому что фашисты сделали очень много мерзостей на территории нашей страны, я вам еще раз напоминаю. Я знаю, если бы он сказал просто «Слава Украине». Ну, он, точнее, не сказал «Слава Украине», но это же отсыграться с другим. Но, кстати, арестовали, на могой виду вообще никак не наказали. А вот Вуйкович, который вообще ничего не нарушил, формально-неформально вообще ничего не нарушил, его убрали. Ну, и не блядься ли это в Хорватской Федерации футбола. Уж если тогда уж убирать, то в виду. Бывшему игроку, действующему игроку Хорватии, говорит, в стране, воюющей на Донбассе с Украиной «Слава Украине», действительно, наверное, справедливо было бы их арестовать, потому что это провокация, это разжигание национальной ненависти и вражды. То есть, если бы, допустим, не было бы ни аннексии Крыма, никакой войны на Донбассе, ну, там, выйди, скажи «Слава Украине», хоть где. Там, допустим, в Хорватии, выйди, скажи «Слава Франции». Ну, никто же не осудит. Но ты в Хорватии попробуй сказать «Слава Сербии», да? Вот и я про то же. Это двойные стандарты и со стороны Кремля, и со стороны Хорватской Федерации Футбола, конечно же. Ну что ж, тут совершенно ясно, что почему отстранен все-таки Вуйкович, а не Вида, чтобы он сыграл в финале. Это ясно. Чтобы у Хорватов был хоть какой-то шанс в матче с французами. Это тоже ясно. Ввиду, однако... Если же... Я же сказал, если так, по российским нормам фраза «Слава Украине» это призыв к нацизму, то по международным нормам это не так. И вот в этом-то как раз и проблема законы одного государства могут отличаться от законов другого. Но для этого есть фраза «футбол вне политики». Для этого есть такое понятие, как политкорректность. И футболистов, нарушающих законы страны хозяйки турнира, должны в первую очередь наказывать сами чиновники FIFA. Но FIFA умыли руки самой хорватской федерации футбола за слова «Слава Украине» стало стыдно. Сейчас вы спросите, почему же я говорю «Слава Украине героям славы». Ну, друзья мои, потому что не надо было лезть на Донбасс России. Вот и все-таки, ибо слова я бы тоже не говорил. Но я же не являюсь хорватским футболистом, играющим в матчи со сборной России. Федерации футбола Хорватии прекрасно понимали, какую глупость совершили их футболисты. Поэтому они оттонили Волковича не по спортивному принципу, а тоже с порядка такого извинения перед Кремлем. Ведь сейчас отношения с Хорватией, парадокс, казалось бы, они там в Югославии воевали против сербов, а сербов, вы знаете, мы всегда поддерживаем. Но, тем не менее, отношения с Хорватией сейчас в России довольно-таки даже лучше, чем отношения с Черногорией, я бы даже сказал так. И тут такой ляп виды. Ну, и специальная провокация. Я склоняюсь все-таки к этому. Ко второй версии я даже убежден, что Федерация футбола Украины проплатила Хорвату, чтобы он сказал тут данную фразу. Но, чтобы он не говорил, надо было сборной России выигрывать. И, увы, этого не было. Идем дальше. Подарок для президента, чего ожидают от встречи Путина и Трампа. Заждались этой темы, я уже несколько раз ее повторял. Трамп заявил журналистам, что приготовил маленький подарок, который передаст Путину в ходе предстоящей встречи в Кельсинге. Надеюсь, это красная кнопка. Но нет. А что это, пока неизвестно. Трамп сказал, что встреча с Путиным будет у него самой легкой частью его поездки в Европу. И добавил, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать. Мунда, встреча завербованного президента США с его московским куратором. Это тебе не миссия под прикрытием президента США проникнуть на самое НАТО и выкрасть чего-то там сверхсекретное, о чем еще не знали и не догадывались в Кремле. Ну а потом незаметно передать эти самые секретные документы или шифровки Ленинградскому обкому Комитета государственной безопасности. Трамп еще разговорился. Он сказал, что в Путине видят соперника, но не врага. Ажиотаж предстоящей встречи Путина с Трампом добавляет слова ЦУшного госсекретаря США Майка Помпео о том, что главной темой встречи Путина и Трампа станут конфликты в Сирии и на Украине. Ну, кто бы мог подумать. Не футбол же они будут обсуждать. США, кстати, по словам Майка, нацелены на вербовку ой, то есть на выработку новой сирийской конституции после военного периода. Трамп по заявлениям самого Трампа готовился к встрече с Путиным всю его жизнь. Или, скорее всего, его готовили всю эту жизнь к встрече с Путиным на Лубянке. Некто, Сергей Самуилов, руководитель Центра по изучению США, полагает, что по итогам встречи Путина с Трампом не стоит надеяться на резкое улучшение отношений между Россией и США. Ну, видно, пока служба внешней разведки России не завербует всех конгрессменов и сенаторов Капитолия. Появилась любопытная информация. Так, на уровне слухов, что на предстоящей встрече глав государств возможно Трамп признает Крым российским. Если это так, то понятно, о каком маленьком подарке намекал Дональд, когда отправлялся галопом по Европам. Любопытно, что уже до встречи с Трампом Путин чувствует моральное превосходство, которое может быть достигнуто или уже достигнуто у него перед встречей с американским лидером. Судите сами. Сначала встреча Трампа с европейцами, с которыми у него натянутые отношения. Ведь Европа хочет свободного рынка для своих товаров США, а Трамп хочет американские продукты, сделанные американцами на американских рынках. Это его политическая цель. И толкает как раз Трампа на переговоры с Пусином. Ведь Трамп хочет перекрыть поступление ширпотреба из Европы и Китая в США. А это, как не раз заявлял сам Трамп, фактически торговая война с Китаем. Ему нужен мощнейший союзник в противовес Китаю, который еще находился рядом с территорией Китая, то есть граничил с ними. Угадайте, кто бы это мог быть. Нет, не Япония. Она слишком маленькая. Так еще, чтобы как раз обладало ядерным оружием. О, вон быдло собывалось у меня под окнами. Так, еще, чтобы обладал ядерным оружием и имел сухопутную границу с Китаем для того, чтобы держать Китай в постоянном напряжении. Ну, то есть, если Россия по договоренностям с Трампом будет держать Китай в напряжении, то США, соответственно, проще вести торговую войну с Китайской Народной Республикой. Вот будет ли это или нет, большой пока вопрос. Ну, пойдет ли Путин на уступки Белому дому? График визита Трампа в Европу также говорит в пользу превосходства Кремля, по крайней мере, над Трампом. Ведь сначала он там понянчился, ну, он уже понянчился с Меркель, там, с натовцами, а потом приедет в Хельсинге и доложит своему куратору об итогах встречи и о чем они говорили на саммите НАТО. Какой позор для НАТО. Трамп. Это точно. И это уже о многом говорит. Да, кто куратор, а кто завербованный президент США, который должен своему куратору в Кремле доложить о том, что происходит НАТО, но об этом я уже говорил. То, что ходят слухи, что Трамп признает Крым российским, они могут быть подкреплены тем, что вы знаете, в 2021 году, об этом тоже была моя передача, что Пуэрто-Рико станет полноценным, полноправным, 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. И вот смогут два президента договориться. Значит, США признают Крым российским, а в свою очередь Москва, Кремль, Путин признает Пуэрто-Рико частью Соединенных Штатов Америки. Это вполне нормальные вещи. Конечно, не для Украины, а для мировой политики. Но есть разница в том, что Крым все-таки был захвачен, кто мне что о референдуме не говорил, а Пуэрто-Рико как бы сами хотят присоединиться к США. Но, тем не менее, такой размен вполне возможен, он даже более вероятен, чем какая-то Иран, какая-то сделка Трампа с Путиным по иранскому вопросу. Россия нужна для Трампа в противовес Европе. Не только в США, но и в Европе. Потому что все эти призывы там создать европейскую отдельную армию могут закончиться так нехилыми какими-то политическими поворотами или политическими разворотами, если Европа наконец-таки придет в себя. ну хотя Меркель с Макроном думал, что ее доведут. Ну и все-таки вот то, что удастся уговорить Путина, чтобы он давил как-то на Китай, выглядит довольно-таки сомнительно, ведь российская экономика повернулась, сделала разворот на восток, и теперь зависит во многом и целом от Китая. И вот что предложит Трамп? Понятно, что это должно предложить такое, что больше Крыма. Ну, наверное, отмена санкций. Ну, наверное, да. Тут надо считать, это вот будет в пользу российской экономики или нет. Китай нам все-таки добра принес в наш ВВП или американцы в наш ВВП принесут больше, чем Китай. Если соотношение окажется не в пользу США, то goodbye Trump! По-другому Путина не скажет. И тут хитрый Трамп тут как тут он вполне может предложить как раз-таки отмену санкций. Ой, да. Пришло время, в общем, на саммите в Хельсинге определяться. Ну, уже, наверное, определились, определился Путин. Он в торговой войне с кем? С Китаем или все-таки с США? Я не думаю, что с США. Но, опять-таки, Трамп ведь такой политик, такой харизматик, что даже в Кремле не вызывает отвращения. Они во многом действительно Путин и Трамп похожи друг на друг. Соответственно, что ссорятся из-за этого, что подставлять Китай? Ну, такой вот такой вот расклад на эту самую сделку. Время покажет, что она принесет миру. Может, она, конечно, и ничего не принесет миру. Идем дальше. Некоторые встречи у Трампа с европейскими лидерами, как я уже говорил, уже состоялись. Так, на встрече Дональда Трампа с кенсеком НАТО Янсом Столтенбергом он заявил, что Германия находится в плену у России. Трамп считает неуместным, когда США тратит треть своих ресурсов на защиту Европы от России. А Германия поддерживает строительство Северного потока-2, который, конечно же, политический в первую очередь, а никакой не экономический. Который призван усилить гнет Кремля, контроль Кремля над старушкой Европой. Трампа также не устраивает, что Берлин не может увеличить расходы взносы в НАТО. А Меркель заявила ему в ответ. Ну, после того, как он встретился со Столтенбергом, он потом встретился с Меркель. После того, как он сказал эти самые слова, что Германия подстилка России. В чем я с Трампом соглашусь? Я испытала, так что пусть там некоторые кличко-образные украинцы не едут в Германию, не думают, что в Германии нет этой России, этой вот кремлевской руки, что она там, Германия, независима. Нет, она ну, чуть-чуть слаба, но все-таки по энергоресурсам зависима от Кремля. Ну, и, конечно, зависима от США. Меркель заявила Трампу в ответ, я испытала на себе, что значит, когда часть Германии контролировались Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную Германию. Благодаря этому факту, под фактором она, очевидно, намекала Михаила Сергеевича Горбачёва, мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения, сказала Меркель. Ну, мало понимать независимые решения, главное, чтобы эти решения были бы верны. Это не секрет Польшинеля. Кроме того, войска Германии, со слов Меркель, являются вторыми по величине в НАТО. Но Трамп не унимается и говорит Меркель, Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, в то время как США защищают Германию от России. Но несмотря на розногласия двух политиков в вопросах НАТО и ГАЗа, мы видим, что это не помеха им встречаться между собой на столь высоком уровне. Смешно мне, что когда Трамп говорит Меркель, что вы должны увеличить расходы на оборону в НАТО, Меркель потом сначала говорит, да как вы смеете, да как мы сами разберемся, платить или не платить в НАТО, а потом выходит с заявлением по национальному телевидению и говорит, в связи с агрессией Кремля на Украине мы приняли решение увеличить членские взносы в НАТО, довести их до уровня 2% от своего внутриволового продукта. Ну вот как после этого можно говорить, что Германия независимая страна, которая принимает самостоятельные решения? это корм насмех, а не политика Ангела Меркель. Ну что вы, что вы, это мы так, так, я-то и смотрю на ее, а что касается того, что она там испытывала гнет при советской оккупации, вот я много раз смотрел на ее фотки в молодости, где она по пляжу с подушками ходит, и думаю, да, гнет чувствовался, раздели женщину, девушку, юную, и заставили подлые советские войска бегать с довольной рожей по пляжу. В общем, как мы видим, Трамп тут прав, он вспомнил с европейцами абсолютно на 200-250 процентов прав. Я даже не знаю, зачем ему потом встречаться опять в НАТО. Он разделал европейцев под орех. Ну, кроме Макрона, разве что, с которым лямур банджур тужур. Дальше. Он, кстати говоря, с Порошенко встретился. А Порошенко начала расспрашивать там, о чем они будут говорить с Путиным. Ой, так, цепь, да и только. Четверг. Американская журналистка вскрыла русские страхи и надежды путинского режима. Итак, сотрудница The Saddle Times Анджела Чарлетон написала в колонке своей Кубок мира по футболу в России является нечто большим, чем спортивное мероприятие. Он должен доказать, что Россия является серым кардиналом мирового масштаба, а не изолированная репрессиями и санкциями страна. Путин предлагает, приглашает иностранцев к себе в Россию, чтобы заручиться поддержкой новых друзей Кремля. Есть в этом своя ложка дегтя. Кубок Кубок мира в России легализует путинскую автократию внутри страны и действия России за рубежом, аннексию Крыма от отравления в Солсбери, ну и вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах на стороне Дональда Трампа, который оказывался не просто завербованный агент Кремля, а правильно завербованный, то есть нашли в Кремле человека с правильными взглядами в Соединенных Штатах. Да, это, конечно, я думаю, что это заслуга Кремля, как бы там, чтобы какими-то последствиями это не обернулось. Путин подарил своим гражданам самое величайшее спортивное шоу. Это было важно для него после того, как Сучинская Олимпиада 2014 года была испорчена допинговым скандалом, ну, а что началось после нее, я уже рассказывал, хотя я сейчас расскажу личную историю, был август июль 2014 года, не имею права рассказать, где конкретно был, но на одном из командных пунктов посыл. И тут мой шеф, пикполковник СБУ, тоже не имею права называть ни фамилию, ни имя, ни отчество, да, даже фейковое, забегает на объект и говорит, в нашу сторону движется танковая колонна с российскими флагами. Я сначала подумал, что Голливуд опять какой-то снимает фильм на Украине, но потом через минуту привел себя в чувство и оказалось, что танки были реальные. И после этого говорить, что Олимпиада 2014 года прошла успешно. Кстати, почему так много я уделяю внимания Олимпиаде 2014 года? Потому что через 4 года стал известен ее плачевный итог. Минусов оказалось больше, чем плюсов. А вот такое даже еще хлеще может оказаться чемпионатом мира по футболу. Но пока мы, к сожалению, вынуждены говорить «А что если что? А что если будет?» Ну, никто из нас, к сожалению, кроме экстрасенсов, не научился пока заглядывать в будущее. Увы, это все равно что сказать правильно, что организовали Олимпиаду в Мюнхене в 1938 году. Несмотря на то, что в Россию приехали многие иностранные туристы и даже я получил слова благодарности от своей подружки из Египта за прекрасно проведенный турнир, чемпионат мира в России показал, как мало друзей у Путина в мире, ведь к нему на матч открытия чемпионата мира по футболу приехали политики Северной Кореи, Ливана, Руанды, Парагвая, Панамы, ну еще и Макрон где-то затерялся среди них. Вот и все, ни один самый продвинутый политик не был на чемпионате мира по футболу в России. Макрона продвинутым политиком пока называть нельзя, как вы понимаете. Почему нельзя? Ну, потому что он целует Трампа. Нет, нет, это сладкая парочка, блин, да, когда он там смахивает пушинку с пиджака Макрона, а Макрон такой в щечку и еще в щечку. Российские власти пытались соблюсти баланс между жестокими мерами безопасности и видимости толерантности, но Кремлю это не удалось. Так, британский гей-активист был арестован на подходе к Красной площади за попытку провести одиночный пикет, а певец Робби Уильямс не стал исполнять свой хит «Гуляй, как русский». из-за слов в этой песне, которые гласят о том, что некий лидер России грабит свой народ. Догадывайтесь, кто с трех раз? Правильно, Ф, правильно, вот он, лидер России, который в песне Робби Уильямса грабит свой народ. Потом лайкн, рашнс, всем пляжам наш... Так, ладно, дальше, дальше. Данный чемпионат мира 2018 года показал, что русские девушки с удовольствием вешались, вешаются на иностранных мужиков, пишет американская журналистка. Дело даже дошло до разбирательств в государственной доме. Вот такой вот этот был футбольный праздник в России. Подобное в нашей стране наверное никогда не повторится, так как не повторилось пока летняя Олимпиада в стране была зимняя, но второй летней все-таки не было. Да и вообще как-то вот с бэкграундом таких самых престижных соревнований в России бэкграунд довольно тяжелый. Вот вспомним та вот ту же Олимпиаду 80-го года. Война в Афганистане, ну она была раньше, она в 79-ом году началась, но после Олимпиады 80-го она разгорелась с новой силой, с новой ипостасью. И полетели вернее целые самолеты с советскими военнослужащими из-за из-за Афгана. Самолеты, но тут надо понимать, эскадрильями полетели в гробах. Ну после Олимпиады 2014, что ж, повторяться по 700 раз. Тоже ясно, да. После Олимпиады 2014-го года Россия перестала существовать, а начало существовать государство, которое называется «Поговорим об Украине». Потому что тут ну там еще эфир, но там зайдешь даже в метро с другом и только про это, про то, что творится на Донбассе. А вы знаете, что творится в Сумской области? После Олимпиады 2014-го года Россия перестала существовать. У нас теперь существует государство, называется «А шо там мухохло творится-то такое? Шо у нас не потребно?» Чемпионат мира, я даже не знаю, третья мировая будет. Я всегда такой оптимистичный человек. Россия проголосовала дверью. Законодатели из Российской Федерации покинули ежегодную сессию пленарной ансамбли ОБСЕ из-за ревизолюции по Крыму. Ежегодная сессия по СЕО ОБСЕ приходила в Берлине седьмого паденства. И к кульминации встречи завершилась декларация. По итогам Россия призналась в частности виновной по всем статьям. Но я тут кратинечко сказал бы один нюанс. Раздавались в России призывы выйти из ОБСЕ. ОБСЕ но тут дело в том что надо понимать что вот если ты нашкодил в своей комнате допустим то будь готов выслушать нелицеприятные мнения от родителей а то ремнем по заднице. Вот так же и тут если ты что-то там нашкодил непотребное соседней стороной то будь готов выслушать нелицеприятные мнения высказывания о себе европейцев. Ну кстати говоря Россия все-таки не выйдет в ОБСЕ а вот и спаси все-таки это вопрос пока тоже остается на будущее как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов будем наблюдать. Ну тут уже несколько раз покидала по себе Россия ну Россию все-таки там организации европейского уровня российские неправильно называть европейской страной с культурной точки зрения наверное Россия европейская страна но все-таки все-таки отличается Россия от ханства азиатства поэтому как бы находится в таком весьма интересном положении его ОБСЕ и в ПАСЕ Россия в принципе не была бы она агрессором вполне могла бы обеспечить безопасность этой самой Европе и не нужна была бы ОБСЕ но Россия заняла другую функцию чтобы ее боялись и для этого она проводит такую антигуманную античеловеческую политику FIFA объяснила призыв не всматриваться в красивых болельщиц представители FIFA прокомментировали призыв реже демонстрировать крупные планы болельщикам во время чемпионата мира болельщицам они пояснили что длительная демонстрация девушек на трибунах может показаться неэтичной кроме того зрители могут усматривать усмотреть наличие сексуального подсекста что недопустимо во время трансляции играх также это связано с антидискриминационной политикой проводимой федерации нарушение прав человека уверены FIFA на почве сексизма больше чем на после расизма ну когда голова FIFA встречался с Путиным говорить о том что что FIFA борцы со права человека когда когда Сенцов продолжает сидеть в тюрьме Джованни Фонтинов встречался с Путиным и даже об этом не поднял речи то говорит что FIFA толерантная организация которая обеспечивает права и свободы граждан ну или старается к этому говорить не приходится FIFA это тем не подняло во вторых дорогие члены FIFA а вы там у себя ничего не попутали вы не ООН вы не ПАСЕ вы не АБСЕ вы не Евросовет вы не политическая организация вы спортивные идиоты и вы не должны поднимать эти темы вы не Human Rights Watch вы не Карнеги Хол вы не правозащитная организация вы твою мать футбольная спортивная организация ну так и занимайтесь футболом и спортом что это дискриминация или не дискриминация то есть вот на женщин не смотреть нельзя во время чемпионата мира по футболу а на мужуках в трусах можно да то есть то есть кейска лобби процветает я так понимаю у вас FIFA вы там совсем рехнулись вы рехнулись FIFA еще наверное до того момента как сделали чемпионат чемпионат мира в России в третьих FIFA борются с сексизмом как смешно у вас женский чемпионат дорогие чиновники FIFA стал проводиться только в 1991 году спустя 50 больше 50 лет с первого мужского чемпионата мира алло вообще вы ребята вы чего у вас расизма больше чем у девушек которые сидят на трибунах и сексизма и у тех кто их показывает в районе девушкам до сих пор не могут самостоятельно посещать стадион какой твою мать сексизм расизм больше расизма все таки эта проблема она не улетучилась не скрылась вы проводили до этого патриархальную политику и теперь говорят что они борются с сексизмом но это все равно что я не знаю лозунг фюрера мы в Дольфлянд за мир только надо всех убить евреев к чертовой матери жить в концлагерях но мы за человечный гуманный мир в Саудовской Аравии девушки могут ходить на футбол только в паранже в барокко девушки могут играть только в платках и то не против мужчин ребята с этим лучше бы занялись чиновники фифа этим займитесь лучше не надо высматривать того чего нет к тому же обвинять футбол в сексизме ребят вы изучите вообще плоскость философии футбола мяч забивается в воротах представьте вместо мяча мужской половой орган а вместо ворот женскую вагину в футболе заложен сексизм сам сексизм это тебе не девушки которые отвлекают внимание от пилотов когда они садятся в свои болиды на стартовых решетках формула 1 это все-таки болельщики это все-таки красивые женщины пришли на футбол поболеть своих любимых мальчиков футболистов я не вижу ничего плохого в этом и в том что показывают по телевизору вообще а это дискриминация это харассмэн ну да а выводить мальчиков под руки футболистов и потом молодых и демонстрировать их на всю публику это не педофилия что вы что вы нет конечно это а так правильно надо делать вот этот такой пиздец происходит тогда когда члены фифа занимаются компьютерной фифой а не развитием футбола у вас система вар не до конца и немножко неправильно работает ну там неразбериха в правилах как ее применять и и вообще кто главнее вар или судья на поле и что будет если там сначала забьют гол а потом просмотр будут вары не того гола который забили а того которого пропустили команда которая забила гол вы вот с этим проведите вот это вот в норму а то девушками они занялись видите ли чтобы их чтобы вот я этих вот красоток не лицезрел вот еще красотки вот еще ну тут иранские красотки вот вот девушка не должна все таки в таком виде ходить на стадион вот этим бы лучше занялись кстати говоря был еще один случай когда Индию исключили из проведения классификации чемпионата мира только за то что они играют футбол басыми ногами FIFA посчитала что это футбол так нельзя играть ребята а это не дискриминация что это означает то есть если у меня есть деньги на адидасовские бутсы то я могу играть в футбол а если у целой страны она там некоторые с такой чертой нищеты живут что многие туристы которые возвращались из Индии в Россию заявляют что мы еще ребята хорошо живем при Путине это разве не дискриминация мне кажется это дискриминация вот вы чем должны заниматься но никак и если вообще я ввожу за скобки что футбольная федерация должна заниматься вопросами этики и морали вот этот политкорректность все таки до греха доведет FIFA ну и верхом всего этого пардон тупизма политкорректности стало назначению женщина Фатиму Самуро на пост генерального секретаря FIFA почему тут надо пояснить я не против того чтобы девушки руководили футбольной федерацией международной футбольной федерацией но только они должны сами во первых разбираться в футбол а во вторых хотя бы один матч сыграть некто Фатиму Самуро не сыграла ни одного матча на профессиональном уровне вообще она была бывшей чиновницей из ООН ну ладно бы хотя бы в ООН там действительно какую-нибудь гениальную я не знаю резолюцию Ден-Ассамблеи бы там рассматривала там не допустила бы какой-нибудь войны нет ее выгнали из ООН и она пришла фифа и фифу и фифа ее кандидатуру утвердили ребят вы ничего не попутали вы у вас где вот где у вас футбольные мозги находятся вы их все высрали давно ну то что хорошо в ООН когда создаются новые члены ООН там в ООН включаются новые государства для того чтобы членский взнос иметь больше то спортивной федерации это может повред быть потому что не все футбольные страны хорошо выступают собственно говоря на своем профессиональном спортивном уровне очень много претензий фифа а вот например тот факт что 13 этих самых европейских сборных проходят чемпионат мира в то время как странам Азии Америке и Африке достается только 5 путевок на финальные игры это что не дискриминация да конечно я понимаю что в Европе играют лучше в футбол и чемпионат мира по футболу в России в 2018 это доказал но еще раз говорю что у вас есть проблемы которые надо решать не надо запрещать показывать девушек на стадионе девушки на стадионе смотрящие за футболом это прекрасно а если они еще в нем разбираются это прекраснее вдвойне и их должны показывать на этом все ну и как я обещал обещанный сюрприз все отпуск увидимся а ну еще я должен сказать ну увидимся в сентябре я уезжаю значит в Крым да на фестивале Джас Коктебель где буду лицезреть реального Киселева но он будет ничего не скоро но в Крыму будет нечем заняться а еще время подвести некоторые политические итоги сезона 2017-18 ну самая волнующая тема которая многих сволновала и показала отличный рейтинге на моем канале это конечно же тема Кемеровской трагедии я прекрасно помню как обычно меня невозможно заткнуть я могу говорить по 2 часа и по 3 часа и даже по 3 часа с половиной но тут программа давалась очень тяжело очень волнительно и голос дрожал он отражал не потому что я был простужен хотя и это было я вел программу с соплями и с температурой такое тоже было но действительно вот я почувствовал как-то скорбь вот такого у меня не было никогда был Норд-Ост не Беслан когда был никогда вот последний раз я такую скорбь почувствовал когда сборная России проиграла Словении но тогда это вроде как ну что футбол мы проиграли проиграли подумаешь а тут все-таки это было более серьезно ой Цивилева одного из виновников в данной трагедии оставили на своем посту более того даже повысили как всегда бывает в России но надеюсь это еще ему как-то как-то аукнется да вот теперь обещанный значит сюрприз от меня такой небольшой но я не знаю может я удалил тогда сюрприза не будет но я посмотрю как а нет все-таки не удалил да вот он вот он мой обещанный сюрприз и так небольшой ассум трек который позволяет мне уйти в отпуск с высоко поднятой головой такой немножко хаос хаос не может радиоактивный пепел уйти всего не не уйти но не Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, я благодарю всех подписчиков, я благодарю всех тех, кто слушал данный эфир от и до конца. До встречи, увидимся в сентябре. Пока!